Никитина, можно её поприветствовать с собой больными аплодисментами? Она подходит к нашему залу, и мы скоро начнём презентацию этого видео. Вот она уже подошла, и можно поприветствовать ещё раз, пожалуйста. Добрый вечер. Приглашаю вас к нашему. Ирина Никутина, автор, книги и нитма, беседа с герой современного музыкального мира. Добрый вечер. И мы начинаем. Микрофон перед вами. Пожалуйста. Добрый вечер. Микрофон перед вами. Самое главное для меня, чтобы была чистая инфраструкция, чтобы не было фальши. Потому что я её очень хорошо улавливаю, поэтому мне нужны такие настоящие люди, которые живут перед вами. Жду вопросов. Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность задать Ирине вопросы. У меня, и сейчас она, кажется, у вас. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, вы не можете какие-то чести, что вы не профессиональный интерьер. Вы это делаете весьма профессионально. Действительно, наши особые, беспокойные люди, наверное, не так легко пойти на контакт со знаменитостями. Как они реагируют? Это мой первый вопрос. А второй вопрос. Действительно, как вы отменали героев для этих негативниц? Вы сделали такое огромное число интервью и блестящие программы, каждый из которых мастер-пенсии удивительств. Я никогда не скрывался ровно, и поэтому было, наверное, очень сложно отменять. Спасибо. Со второго вопроса начну. Да. Вы знаете, наверное, первый самый опыт, это когда во все это зашел разговор, и как и сама программа должна четко вам показать, так и это не книги, это не моя инициатива. Сразу свидетельствую, что и программа создавалась. Так что меня спрашивали давно, потому что телевидение, я в чате была такого, которая говорила о том, что, Ирина, ну давайте что-нибудь сделаем, ну вот давайте вы будете рассказывать о музыкальной жизни Петербурга. Я признаюсь, что я честно ответила, что, знаете, в Петербурге ничего не происходит. Потому что было бы интересно, может быть, было бы интересно рассказать. Но где я вижу абсолютный голод для нашей публики, это то, что мы не знакомы с теми людьми, которые действительно потрясающие творцы, наши современные, которые живут в рубежом. И я вот вижу свою миссию в том, чтобы именно знакомиться с такими людьми. Как-то это так получилось, что, в общем, Баля Алексеевна тоже понравилась эта идея, она уговаривала о Канале Культура примерно полгода, если даже не больше. И первые четыре пилотные программы, они вышли, среди которых был Кристиан Тилеман, Марис Янсенс, Дмитрий Алексеев и Кристо Людвиг. И как-то так получилось, что понравилось и понеслось. Значит, те герои, которые сюда попали, прежде всего, это те люди, которые вот, ну вот скажем, Марис Янсен, как он мог туда не попасть? Он душой болел за меня, мы с ним как бы очень дружили, и я его знала с самого раннего детства. И ему так понравилось, что он мне говорит, Дирочки, вы прирожденные вообще, журналисты, они представляются с вами так и интересны, у вас такие интересные вопросы, я не заметила, как пролетело время. Тот же Марис, он тут же позвонил Рикардо Мунти, и вот примерно тем же текстом сказал ему, сказал, Рикардо, ты никогда не пожалеешь. Чем это закончилось? Закончилось тем, что с Рикардо Мунти мы проговорили 4 часа 20 минут. И как это интервью не могло не войти сюда, да? То есть, понимаете, программа, это 40 минут, это очень жесткий хрилометраж, и плюс это то, что мы всегда показываем очень много примеров, иллюстрации музыкальных, поэтому вот весь разговор, как он складывается, и как он получается, и факты совершенно невероятные. И вообще то, что эти люди вдруг становятся разговорчивыми, и то, что без все это получается, очень жалко этот материал никому не показать, уже вторую, третью, четвертую, пятую программу невозможно из этого материала сделать. Вот тогда такие интервью всегда обошли. В основном это интервью первых трех лет, да, вот первых буквально 2-3 года. Это показалось, или показалось правильным, скажем, уравновесить баланс женщин-мужин, тоже очень ярких, например, и известных прежде всего, потому что такие имена, как Бачели, естественно, они привлекают. Также Гея Кончели, кстати, вот могу сказать, что было тоже очень трогательное интервью с ним, потому что вдруг я получила, находясь в Берлине, телефон срочной в Тбилиси, который, что Ирина, вы знаете, что Гея очень хочет интервью, вот в течение двух дней вы можете прилететь. И я вам честно могу сказать, что я, значит, вот в чем была, в этот момент в Берлине, потому что я там в тот момент совсем не жила, вот брюки, свитер, и я ночью улетела в Тбилиси, и был вопрос еще с утра, его успеют привезти из больницы домой, или мы будем снимать в кабинете у главного врача, да? Ну как такое интервью, например, может не найти? И вы знаете, что, вот как раз про нее хочу сказать особенно, потому что мы поговорили с ним совершенно чудесно, и его сын Сандро, значит, сказал, а когда будет передача? Снимали мы в феврале. Я говорю, передача, скорее всего, выйдет в апреле. Он говорит, ну я точно знаю, что отец-то не йод и живет. И вы знаете, это тоже такое вот буквально со слезами в голосе я говорю об этом, потому что когда передача закончилась, вот прямо вот на титрах раздался звонок, звонил Гея. Тогда передача шла по времени, которое... Это была полуночная передача, сейчас немножко лучше, эфир 9-10 вечера. Тогда это было полуночная. Ну, для грузинов как раз хорошо. Значит, и раздался телефон от Гея, который сказал, вы знаете, Ирина, я вам должен сказать, говорит, я все посмотрела, это мне было так радостно, и я вам говорю честно, это было лучшее интервью в моей жизни. Ну, я была очень тронута сначала, я решила, ну, конечно, это очень вежливо, но приятно, хорошо. Но когда через два часа ровно он не позвонил снова и сказал, вы знаете, со всего мира мне раздаются звонки, и я хочу еще раз вам это сказать, это было, конечно, ну, понимаете, что это не просто трогательно, а это уже какое-то внутреннее такое событие. Вот, поэтому, естественно, Гея Качели сюда вошел. Ну, и также, понимаете, очень много сюда, кто не вошел. Например, не нашел мой любимый Данил Баренбоем. И я надеюсь, если эта книга будет иметь какой-то успех, тогда есть прекрасная вторая серия, потому что герои следующие тоже замечательные. А что касается вашего первого вопроса сегодняшнего дня, могу честно сказать, что мы продолжаем снимать. Продолжаем снимать. Условия, конечно, немножко изменились, потому что вот шок от этой ситуации и вот эта буквально истерика. Знаете, я прилетела позавчера, и могу сразу сказать, что здесь атмосфера, она гораздо менее натревожная. Вот сразу, по ощущению, воздух. Да, в Европе, и за это время я еще была в Америке, ситуация гораздо более такая, не просто напряжение, а такая тревожная. Тревожная. Вот, и в связи с этим, конечно, там, например, не сами артисты, а менеджменты, может сказать, что нет, вот сейчас лучше не надо, это репутация артиста. Вот такое было один раз в Америке, когда это только все начиналось. Сейчас, мне кажется, это все очень балансируется, и опять же могу сказать, что не место рублей, а место друзей, и вот такой совершенно замечательный друг, действительно, семьи, и такой потрясающий человек, как Даниэль Боринбойл, который буквально в первую ночь того, что случилось с начала военной операции, он позвонил и сказал, «Елиночка, я хочу сказать, что я вас очень люблю, мы с вами, все». И дальше он послал мне 6 марта был концерт, на котором присутствовало все правительство Германии. И Даниэль, а он прекрасный оратор, ну, совершенно потрясающий оратор, и он произнес такую речь, что он сказал, что я родился в Аргентине, у меня все мои предки это из России, Украины, Руси и так далее. Жена у меня русская, дети у меня, соответственно, уже там, насколько четверти русские, внуки у меня русские. Говорит, неужели вы думаете, что вот сейчас я, вот в этой ситуации, то есть пережившая вот действительно вот этот нацизм страшный, страшный вот этот нацизм, который фашизм, неужели вы думаете, что сейчас это возможно повторять, это возможно, что это повторится. Поэтому он сильнейшую речь произнес, и она очень подействовала, могу сказать. Больше того, мне кажется, что ситуация меняется, потому что вот сегодня я узнала, что газета «Децайр» немецкая, подруговала на первой странице огромное интервью Анны Неверска, проявляю себя, да, где она очень хорошо в Сунарсе обнесла в местах, и еще так легнула хорошо Петра Гелба, который директор Метрополита Нопера, который как-то, вы знаете, за две недели, он стал украинцем, жена его стала украинцем, украинцем, вот, и... И стала украинцем. Да, и стала, да, хотя, хотя, вот, знаете, они все как-то вот так, они с ней немножко эколюбристы сейчас, да, это, видимо, а вдруг не так разрешится, как им молитв, да, вот, и я была, когда я была в Нью-Йорке, то там совершенно спокойно шел спектакль «Иди Илья Викин» с совершенно русским составом, и там как раз вот я записала Ларису Дюйскому и Елену Зарева, потому что я решила, как не вот сейчас, именно там сделаться этот рюк с ним. Вот, и могу сказать, что буквально два дня назад я снимала, опять-таки, у нее такая гран-дама музыкального и музыкального менеджмента западного, это Соня Дименауэр, это постоянный менеджер, у нее как агент, если ее называют агент, его очень интересное интервью, потому что она там рассказывает, что такое музыкальная индустрия, менеджмент, и что такое агент-импресарио, да, вот, кто за артиста, а кто против артиста, очень забавно. Вот, и вот с ней было интервью, и она сказала, мне просто наплеваться, потому что я уже дожила до того возраста, и тогда я себя уважаю, что могу об этом говорить. Вот, так что, так что будем, все будет. Дорогие гости, напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос, у кого есть вопрос, поднимайте руку, чтобы я видела. Смелее. Так, еще. Хорошо, тогда, за там такой вопрос, не могли бы вы, Ирина, пожалуйста, да, я сейчас подойду, не могли бы вы чуть более подробно коснуться тех героев, о которых вы написали в этой книге. Немного подробнее рассказать. Спасибо. Знаете, вот, я буду говорить, наверное, в общем. Дело в том, что каждый герой, это совершенно такая, для меня, каждое интервью, давайте так, вот, что такое интервью, для меня, это вот, я совершенно страстный любитель подводного плавания, для меня каждое интервью, это такое покружение. Я выбираю героев и готовлюсь только сама. У меня был опыт, особенно сначала, когда все так вокруг меня немножко боялись, вдруг я не то скажу, вдруг я не то спрошу, как раз на Марисе Янсенсе, когда мне вставили ухо, да, а поскольку Марис, он часто останавливался, то я первой же остановкой воспользовалась, чтобы это ухо вынудеенно всегда про него забыть. Потому что, ну, самое главное, чтобы беседа вязалась, да, чтобы она, ну, я как кружева. Потому что, даже если имеешь какую-то карту, условно говоря, в голове, да, я никогда ничего не пишу, у меня все в голове. Я, когда вот выхожу на беседу, мне кажется, что я знаю, и не раз это, многие герои говорили, что Рикардо Мути аж прямо так пара раздравила, Сеньора, я вас помаивалась, вы знаете обо мне больше, чем я. Ну, он большая кокетка, поэтому здесь про него у тебя совершенно шикарно, на самом деле. Вот. И, понимаете, самое главное в этом материале для чего? Потому что, вот что-то обронил, хвост какой-то фразы, и понимаешь, что вот оттуда есть путь еще куда-то, где он, может быть, никогда не сказал, а не подумал куда-то. и тот же Рикардо Мути говорил, ой, а это вам правда интересно, да, и дальше, здесь еще очень важный такой момент, знаете, ведь есть, вот по первым буквально двум-трем минутам понятно, насколько человек готов, да, вот, сидит он, отбывает какое-то, ну, вот еще одно интервью, да, либо он так сам в каком-то ожидании находится, это какие-то две-три минуты, они определяют все, тон, как ты слушаешь, нужно ли немножко там помочь, например, Лахав Шани, есть такой совершенно замечательный израильский дирижер, который просто, знаете, такое комфортное поколение, ну, сколько он, 28-30 лет, да? Да, да, очень комфортный, ну, кто там ему старается, вы спросите, я вам отвечу, да? И вот в таком, то есть я поняла, что надо там первые 10 минут его немножко, как бы так сказать, завести, и могу сказать, что это удалось, потому что в конце он прямо начал размахивать руками, сам рассказывать, все очень долго такой поводушевленный, вот, это надо тоже почувствовать, понимаете? Про героев бесконечно много, могу просто какие-то такие любопытные вещи сказать, что с кем-то я очень дружу керосикерусь, с кем-то я познакомилась, как, например, с Рикардом у тебя была знакома, но реально познакомилась на интервью, потому что Марис его добил, буквально, буквально добил. И, значит, мы приехали в отель, это был эфир Яроссайдный, нюнчней, и в этот день переводили часы, и я так понимаю, что ему просто оказался свободный день, да? Ну, просто оказался, еще плюс час появился. Вот, и он перешел ровно, и вот проговорил четыре часа двадцать минут. Это был шок для всех, потому что мы его очень боялись, у нас менеджеры написали, у нас 42 минуты, ни секунды больше. Мы вообще вот так вот рожали, это было, можно сказать, мы знали, это интервью. Но вот мы стали друзьями как бы после. А вот, например, такая героиня, как Криста Людвиг, это была вообще очень забавная встреча, потому что встреча состоялась, я, по-моему, даже в условии немножко пешоа, какие-то моменты, которые запомнились. Я приехала на какой-то концерт в Вену, и февраль, и была страшная пурга. Я осталась в отеле, в который Захар, в красном баре, прямо ужинаюсь. У меня приехали друзья, ко мне туда на ужин. И, значит, мы ужинаем, и вдруг я сзади слышу такой, вот, не забудь никогда, такой рассыпчатый такой колокольчик, филотистый такой смех, такой прям хахахахаха, какой-то такой молодой-молодой. Я такая, ну невольно обернулась, потому что такой мелодичный смех, да? Сидит дама, и я такая, боже мой, какого. Я говорю, это у меня в Север. Я сидел на стороне. Я говорю, слушайте, дамка, похожа на крестулинг. Я говорю, «Ты ну что, закажи, ты мне такого не может быть, и лет сто, и вы уже не кормите их». Вот я сидел. Хорошо, мы сидим, и дальше, а дама такая, видимо, как-то немножко шампанское, вина, там становилась немножко громче и так яснее, и вдруг она начала говорить про ее 90-летний юбилей и про то, что на камеру деньги. Но тут у меня уже не было никаких сомнений, я, знаете, благодаря вам, что они замечательные, я тут же набрала кресту Людвиг, поняла, что это дама за меня, и уже, как бы, здесь включился, наверное, юный журналист во мне, как же я ее сейчас вкусю. Значит, и когда там подходил к концу ее ужин, а она ужина потом, как выяснилось, с президентом фонда Бридит Нильсон, была такая совершенно потрясающая шведская пиридзина. Вы знаете, когда дама уже встала и заказала акси, я не выдержала и подошла к ней и сказала, вот, пожалуйста, она была очень большина, вот такая настоящая, вот, венская, прекрасная, вот, с такой легкостью, тимуром дама. И я тоже сказала, что, знаете, я из России, и вот мы делали ее витачи, есть ли шансы? Пожалуйста, я же 18 километров от лины, я же у вас люблю, ну, ну, вот, она такая, совершенно такая, чирующая, улыбалась, проговорила вот тем же голосом, и мы были у нее уже через три минуты, сейчас говорю, ну, пока драка. И в прошлом году она ушла из жизни, и как-то, вы знаете, вот с ней, например, в передачу не все вошло, потому что у меня всегда, как из-за и кончения, знаете, всегда очень, ну, это такая очень тонкая материя, тем более телевидение, не знаешь, как, какая публика, как они смотрят на этот, в этот момент, кто-то шлюет что-то, кто-то, ну, там уже такой, и говорит про смерть, да, ну, не знаешь. И тем не менее, с ней это было так просто, она тут же сказала, какую музыку она хочет слушать, вот именно из этого квартета, вот, потом вот в своем исполнении вот эту песню, но у нее так много записей, что она еще не выбрала, ей еще надо время повыбирать, вот. И как-то она это так сказала, потом она тоже сказала, что вообще никто не знает, что было после смерти, вот у меня тут, знаете, у меня умер муж, сказал, что это спокойно, говорит, он меня похоронен перед домом, а вот кошка-собака у меня похоронена за домом. Ну, тоже я поинтересовалась, а вообще, иногда не нужны разрешения. Ну, значит, он говорит, ну, конечно, вот дежурат хаус. Ну, как-то все у нее было это предельно просто и очень легко, да, то есть это для нее не была тема, знаете, такая мрачная, тяжелая, вот. Сгибы, ну, похоже, потому что Кейса плохо чувствует, то есть это он уже знал, что буквально может шучить. И, ну, тем не менее, мне кажется, вот этот разговор дал ему очень большие силы, потому что он с удовольствием говорил. Спасибо. И, продолжая тему о ваших гостях, расскажите, пожалуйста, интервью, про интервью, которое вам больше всего запомнилось. И чем? Нам всем интересно. И почему? Знаете, я так обижу своих героев, потому что не могу так сказать. Знаете, как я вот так отвечу? Смотрю, вот кто здесь. Есть интервью, когда ты говоришь с кем-то, и ты ожидаешь. Ну, ожидаешь, примерно, во-первых, круг вопросов, даже, примерно, ожидаешь, там, поскольку есть принимание общих ценностей, систему координат, а вот, например, такие ямы-то сумасшедшие, как Патриция Капачинская, которая любит, все перевернула тогда, в этой жизни, и которая там находит, ну, то есть это настолько нестандартно, я не хочу сказать, что у кого-то там стандартно, нет. Ну, просто это совсем какой-то другой выход в какую-то другую космическую орбиту. А вот с ней, конечно, вот даже у меня было такое поползновение, тоже похулиганить с ней, и прямо по-турецки на пополу, в копыле сделать интервью. Но потом я решила, что, наверное, не переживет ледатор, который увидит вот такую программу, что если мы к ней посылем, потому что она обычно посает на сцене. И я решила, ну, ну, не мистер, ну, так, ну, потом все-таки сели на кресло, приличное. Ну, и с ней я понимаю, что я не знаю, куда уйдет эта песня, да, вот не знаю. Это такой скобо-дайвинг, это такое погружение в погодное плавание, которое совершенно неизвестных рифов, ты не знаешь, какие-то там сюрпризы. Или, например, такой, как Тандун. Ну, просто мы не знаем этой эстетики, она нам не близко, мы в ней не выросли. Китай. И когда вдруг он говорит, что ты знаешь, говорит, там, вот, китайские песни такого-то села, оказывается, очень совпадают с армянскими песнями такого-то села. Вот, удивляешься, да? Я очень люблю удивляться, и очень люблю потом, вот, как-то, чтобы... Если, я так думаю, что если я удивилась, то, наверное, зритель совсем удивится, потому что, ну... Вот, поэтому мне это очень нравится, потому что бы не было таких, знаете, ну, таких стандартных, ожидаемых вопросов, там, родился, учился, там, умер, там, болел, там, все. Очень не люблю говорить про семейную жизнь, прям прям, ну, совсем не принимаю. И, мне кажется, у каждого человека он сам один, ну, иногда затрагиваешь, там, что-то такое-то. А с ней Григориан скажет, да, вот у меня старший сын, и я ему даже с ног прекрасно, замечательно. А вот так, чтобы куда-то там искать какие-то психологические, мы скажем, влияния на творчество, ну, думаю, что это каждого дома всегда завершили. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Прекрасно. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте, вас с выходом этой замечательной книги. А у меня такой вопрос. Вы уже упоминали некоторых своих героев-осторожилов, но, к сожалению, в климу не вошли беседы с Альпией Губайдулиной и дирижером из Швеции, Альпий Губайдулиной, это, наверное, поздний ваш, да, герой, недавно? Это, во-первых, поздний, а потом, да, легкий. Знаете, вот это, может быть, вообще отдельный книжка, мне кажется. Это так. Потому что там вы беседовали у них дома, и там, наверное, просто море информации и времени, которые они вам дали. Вы знаете, что, с Губайдулиной – это тоже какая-то такая мистическая история, на самом деле, потому что она даже совсем не дает интервью, очень мало, и очень как-то она так закрытый человек. Здесь, конечно, помогло то, что она меня знала давно, прям лет 30 назад. Я даже организовала один из ее фестивалей, произведений Софии Губайдулиной в Петербурге. Даже играла там с Мартом Пекаскиным, мы дурачились в одном из ее произведений. И поэтому, когда я к ней приехала, то тоже, вот я вообще не знала, в каком она будет, во-первых, состоянии, и насколько она захочет открыться, потому что она же могла быть очень закрыта, потому что она настолько глубокий и замкнутый человек, и что ей, в общем, совершенно не надо, и не хочется продавать себя какие-то свои мысли, чтобы стать там интересной, ей это совершенно не нужно. Но как-то вот интонация, опять, была уловима, наверное, и уловлена, и вот состоялась. То есть она совершенно, она как-то погружалась, и даже в какой-то момент, через 2,5 часа, почему две программы получили, потому что 2,5 часа это было невозможно уменьшить, естественно, уменьшили, но было понятно, что это просто каждое слово, буквально каждое следующее, это еще больше, знаете, если там, ну, драгоценный металл это все перевести, то прямо вот каждое слово, и ты понимаешь, какие драгоценности, такой, такой сук с невероятными чудесами. Вот то же самое с «Глобствиэтом». «Глобствиэт» — это вообще такой герой, катаклизм, да, потому что первая передача у нас тоже 2 получилась. Это, ну, как, буквально в первую неделю к нему крышка хлопнулась, и вот остался, думаю, я дома. И я еще, ну, позвонила и думала, мне уже был 92-й год. На тот момент был 91 год, когда мы снимали. И я думаю, пожилой человек, труды имеют, даже пожилые люди, это вообще-то, подойдите к кому-нибудь. А я думаю, я посмотрела и пришла, как вам? Он говорит, ну, что вы? Ну, мне 91 год какая-то. Ну, хорошо, мы приехали. Я попросила, значит, оператора в масках, все такие, например, перчатки, маски. Значит, ему как-то хорошо, в общем, так тоже. А вот его я не знала, я видела его так вот, его первый раз. И тоже было очень важно попасть в какую-то интонацию, знаете. Вот он очень скромный человек. Вот там вот так вот нельзя прийти. Как-то я поняла, что это его отвлечет. Или он как-то, не знаю, не то подумает. Поэтому я выбрала абсолютно. Вот мне главное, чтобы он не отвлекался, чтобы найти какой-то ему совершенно понятное, простое, такое доверительное, вот, общее поле. Да? И это вот мне показалось очень важно. Больше того, ровно через два года это случилось в этом мире, когда уже, значит, пандемия заканчивалась. И я была на его концерте, который он сыграл на люцернском фестивале, и это было в начале сентября. Играл он с Мартой Аркерих. Вы знаете, вот этот концерт забыть просто невозможно. Когда Марта, который исполнился 81, и Блумстед, которому уже исполнился 94. Значит, когда они выбегают, убегают, без паузы, значит, он играет подряд какую-то всю безумную программу, и потом еще после двух часов, а все уже было без паузы, потому что он верится, да? И после, значит, неоконченной симфонии Шуберта, он вызывает, и он еще дает глубину на 10 минут. Ну, то есть я понимаю, что я, может быть, вот на каком-то один из замечающих концертов, который я от него уже слышала, когда-нибудь. Поэтому после чего я подошла к нему, он сразу узнал и тоже говорит, «Вы знаете, я недавно был в Америке, оказывается, папа ваш был велучилист, мне кто-то про это сказал». То есть вы понимаете, насколько вот человек как бы запомнил меня, запомнил, даже спросил про моего папу. Значит, что-то такое вот. Это меня просто поразило, помимо того, что он меня узнал, тоже поразило, все-таки, если у меня дети, я два с половиной года. Вот, и я как-то сказала, знаете, что он... Это меня настолько потрясло, и мне бы хотелось все-таки узнать, как бы, как бы, что случилось за эти погоды. Он говорит, ну вот, знаете, у меня сто концертов в год уже. Ну все, мы договорились, я у него была в ноябре, и я опять... У нас получилась две программы, которые вот сейчас, по-моему, в марте есть. Их уже на YouTube нет, только вот на... на форме смотра. Вот, и он мне говорит, знаете, говорит, нет, так интересно, что же вы на сей раз делаете в нашей с вами сервере? Вот. И, знаете, вот это тот, как бы, настоящий из человек, вот, может, как бы, и последний из мегикантов, конечно, что вот его, Кубайдулину, Бринбойма, да, это вот эти люди, которые вот... Это как бы уходящая натура, но они еще как бы творят, хотя Бринбойм в другой поколении, все так предписано. А? Мэтта, Мэтта был у нас в Заяц, его снимали, да? Вот. Барикоский тоже, да. Нет, ну там есть хорошие герои. Здравствуйте. Да, есть красочные. Ну, мне кажется, я ответила. Да, спасибо. У нас есть еще один вопрос. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Мне посчастливилось быть вашим издателем. Вы с вами встречались первый раз, как вы задумывали эту книжку, восемь, наверное, месяцев назад, потом вы работали с редакторами, но я счастлива, что вы доверили нам свои мысли, и издали книжку, вы сдаете твои сетей. Спасибо вам большое. И я помню нашу первую чудесную встречу в кафе и знаю от своих редакторов, которые здесь тоже присутствуют, что с вами была работа. Спасибо. Необычайно комфортно. Это слово, которое вы произнесли, которое я хотела бы вам вернуть. Мы издаем книги людей, которых можно назвать «селебрити», так бывает не всегда. И первый мой вопрос связан с тем, как вам удается, задавая вопросы «селебрити», их расположить, продержать, фактически их удержать внимания в течение тех часов, о которых вы говорите. Есть ли тут какой-то секрет? Вы об этом тоже сейчас сказали, что нужно настроиться на волну. Но что это такое? Помогает ли ваше профессиональное занятие музыкой, например, общее поле, общие знакомые? В чем тут секрет, что люди отвечают вам на ваши вопросы? И второй маленький вопрос, не впадая в какое-то глубокомыслие, хочется спросить, как вам кажется, будет развиваться музыкальная культура? Останется ли это занятием или станет ли это еще более занятием для узкого круга исправленных? Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо издательству, потому что действительно мне очень нравится эта серия, в которой первая книжка была Елена Антоновой, я и тезка, но это, конечно, не только любят. Но знаете что, вот целебрати я вообще словно не люблю, если честно. Мне кажется, что когда мы договаривались на интервью, во-первых, эти же все очень люди умные. То, что умные они, это то, что они креативные, творческие, и то, что они настоящие. Вот то, что не настоящие, это, я думаю, наверное, вообще ключ. Потому что хочется, в общем, правды. И когда, они очень быстро понимают, что перед ним профессионал. Понимаете, если бы я пошла, не знаю, куда-нибудь в виде салона, начала спрашивать про косметику, про которую я очень плохо понимаю, здесь я бы заблудилась. Здесь, на эти темы, я достаточно, как бы, ну, я всю жизнь провела. У меня музыкальная семья, у меня образование, я музыка родилась, влачение было со мной внутри. Поэтому я тебя чувствую там, я тебя чувствую туда, там, в своем, как бы, в своем русле, в своем, в своем элементе. Да, поэтому вот, думаю, еще, что замечают герои, то, что я всегда очень хорошо, я очень тщательно готовлюсь. Это правда. Вот я, мне настолько важно знать все, чтобы, чтобы я вот, по движению глаз, или все, я понимала, что, почему. Да, ну, помимо хронологии, помимо каких-то больных точек, на которые, вот, если он дойдет, вот, можно туда продвинуться, там, спросить о какой-то, ну, условно, неудаче. Да? Или лучше, наоборот, как бы, потому что человек очень ранимый, лучше вообще про эту неудачу, как ее и не было. Ну, дальше. По другому. Ну, вот, это вот, не могу вам сказать, потому что, если бы я знала этот секрет, я бы, наверное, как бы, могла бы точно это объяснить. Не знаю. Я думаю, что это вот просто, я, во-первых, это все не обомню. Да? Мне просто интересен тот человек, с кем я разговариваю. Поэтому, я очень внимательно слушаю. Это первое. я очень стараюсь не перебивать. Да? То есть, я стараюсь, чтобы человек, как бы, чтобы у него было больше монолога. Мне это очень важно. Тогда, потому что, когда человек понимает, что его слушают, что он может высказаться, и когда там, ну, какие-то буквально два-три слова где-то вклиниться, и он понимает, ага, она поняла, можно идти дальше, ну, как бы, обозначить тропинку, да, что еще могут быть. Это не тот лес, в котором мы все заблудились. А нет, тропинка вот видна, я его понимаю. А вот, это, мне кажется, вот, я не знаю, секрет это или нет, но, это, наверное, какой-то такой, если говорить о мастилии, о беседе, в котором я иду, я у тебя на благострою, что да, Наталья, как бы, вот это такой путь идти. И главное, понимаете, даже когда не понимаешь, лучше тогда спросить, что вы имели в виду, да, чтобы не было ложной, ложной вот этой такой, ложного понимания, ложного согласия, и потом, понимаете, почему мне очень важно не готовить вопросы, а вот именно, такой, пристиг к мужику, да, потому что, я прекрасно понимаю, чтобы человек себя чувствовал комфортно, различить любую тему из своего творчества, из своей жизни, из своего, там, педагога назвал, и говорит, да, да, а там был, да, 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 и конкур тогда был, в каком году я, там говорю, там, возле того, да, точно, возле того, да, то есть, вот такие мелочи, они очень располагают, это касалось бы мелочи, но человек понимает, что вы действительно ему увлечены, вы ему доверяете, вам он реально интересен, вот, и поэтому я думаю, что, если, 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 а что касается про музыкальный мир, то я не вижу здесь никакого диминуэнта, я даже думаю, что вот сейчас вся вот эта такая громкая сейчас история про культуру, про русофобию в таком духе как раз-то говорит о том, что этот мир как раз на людей очень влияет, и поэтому развеяется, что он опасен, да, именно в этом будете, потому что в нем все. И если мы говорим о какой-то глобализации, вообще, когда мир, для меня глобализация начинается с того, что все дети слушают там народные песенки другого мира, стран другого мира, да, мы развеяемся в Советском Союзе, что на самом деле это невероятное показко внутреннее, потому что мы с детства понимали, что для нас нет вот большой разницы, это Ближний Восток, условно говоря, или это Прибалтика, или это, условно говоря, Кавказ, для нас это была как бы одна территория, поэтому мы очень, вот я считаю, что русские люди, они очень расположены как бы на встречу разным культурам, и в творчестве, естественно, всех композиторов, в комиссиях, в комиссиях, в комиссиях, в комиссиях, всех можно здесь перечислять, сколько они Востоку, скажем, того же времени посвятили, да, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что здесь, у меня сейчас были разговоры с разными людьми, с рубежом, и очень простой, совершенно примитивный ответ, который вы можете дать, который сразу людей, как бы, ставит на место, что, ну, первое, это то, что мы все знаем, когда у нас была война, именно в Великое Отечественное, то Блохат на Петербурге играли и Баха, и Вагнера, и Путковина по радио, и это было нормально, там никому в голову не пришло, что это немецкое, вражеское, или еще какое-то, нет, наоборот, люди как бы ждали этой музыки, а попробуют, попробуют пускать весь мир, где угодно, прожить Рождество без мозга, с чем мозгом. На, я посматриваю, это не будет. Спасибо большое, и я вижу, у нас есть еще один вопрос на первом ряду, пожалуйста. Я извиняюсь, я немножко голос потерял, у меня такой практический вопрос, слышно, да? Да, я слышно, я слышно. И мне самому пришлось в жизни очень много интервью делать для журнала «Музыкальная жизнь» моего, и тогда это печаталось, это редактировалось, во всяком случае, количество материала, меня очень интересует, количество материала, которое вошло в каждый, вот, каждую беседу в книге, как оно соотносится с тем, что вошло на экран? Больше, меньше? Больше, конечно, больше, потому что у меня практически не было ни одной беседы, ни уже часа, вообще ни одной. Абсолютный чемпион, это Рикардо Мудри, 4,20, как все я говорила, с Гией Качелем, мы, как говорили, два часа, но это было в связи с его состоянием здоровья. Потом, знаете, здесь такой термин, динвизионный, что я уже не знаю, что владеет, поэценирую, да, вот эти паузы. Но здесь, безусловно, гораздо более, здесь, сюда положены расшифровки, реальные расшифровки, они чуть-чуть подкорректированы, ретактором, естественно, живут, мы вместе с ретактором посвятили в этом время, датушных, потому что, одно дело, разговорный язык, как все мы знаем, а другое дело, что, что там наговорил, не так поддержь сказал, не так окончание, не то имел в виду, что-то не сказал, поэтому это, конечно, гораздо более развернуто, и более, и вот поэтому, условно говоря, здесь мы не меняли местами, потому что иногда в программе, иногда даже, что-то хочется вперед, что-то хочется подвинуть, ну, какими-то блоками, да, пойти здесь, это вот все как есть, все по-честному. Спасибо. Я очень сомневаюсь и с нетерпением, что каждый раз нет. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы уже движемся к финалу, и у нас есть возможность еще задать вопрос. Вижу вопрос. У меня нет вопросов к Ирине Анатольевне, а я просто хочу порадоваться за то, что часть ее бесед в телевизионных, это никакие не интервью, это, конечно, беседы, это разговоры, это замечательное состояние диалога, и я просто хочу здесь на публике передать свое восхищение от того, что наше отечественное телевидение вот получило такого телевизионного человека, который обладает своим удивительным даром воздействия, стимулирования мыслей своих собеседников, и поскольку мне однажды довелось быть в эфире под чарами Ирины Анатольевны, то я могу сказать, что воздействие ее на собеседнике совершенно исключительное и длится в течение всего времени по истечении самой передачи и даже ее показа в эфире. Я думаю, что это особый талант человека, который насквозь музыкант, и при этом человек очень редкостно организованный, очень чуткий. И я думаю, что программы Ирины Анатольевны, которые, я не скрою, я испытываю большое уважение ко всем ее героям, кому-то больше, кому-то меньше, и с некоторыми знакомы лично, как с недавно ушедшим Марисом Янсенцем и с Рикардо Мути, но когда я смотрю передачи «Энигма», я больше смотрю на саму Ирину Анатольевну. Как она это делает, что она мне чаще интереснее, чем ее персонажи. Вот. И это для всех, кто так или иначе побыл, так сказать, в образе телевизионных людей, это очень редкостное состояние. Поэтому, конечно, я думаю, что то, что делает Ирина Анатольевна, и частично, конечно, это теперь вошло в ее книгу, и как слово сказанное перейдет в слово написанное, это предстоит нам узнать, когда мы книгу будем читать. Но я думаю, что это род современной музыкальной критики, потому что та атмосфера, которую создает Никитина для своих героев, это есть атмосфера аналитического свойства. И пребывая в этой атмосфере, мы вместе с ней что-то не только узнаем, нефетом любопытные детали, как у кого голос звучит, это все, конечно, важно, но мы просто немножко больше понимаем этих людей и надеемся, что круг ее интересов будет столь же широк и еще более интенсивно направлен. Спасибо. 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 Что ж. Это один из моих любимых героев, это Андрей Андрей Золотов, совершенно потрясающий человек. На Ютубе есть программа и, честно говоря, когда мы делали, это было в основном посвящено Евгением Равинскому и потрясающим трудом, который... Это единственный человек, которого Евгений Александрович Равинский для себя допустил. Вы понимаете насколько они идут чутким и деликатным и вообще насколько надо все понимать и ценить. Поэтому это наше сокровище нашей отечественной кармонатуры. Андрей Андреевич, Вам большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. И у нас есть крайний вопрос, но хочу напомнить, что после презентации книги у нас состоится автограф-сессия. Справа можно приобрести книги Ирины и крайний вопрос. Добрый вечер, у меня короткий вопрос. Ирина, Ваш телес по жизни? Здравствуйте, телес по жизни я вам даже здесь написала. Я считаю, что мне в жизни очень повезло, потому что это абсолютно лакшин, это луксус. Говорить то, что думаешь и делать то, что любишь. Спасибо. Продолжение следует...